В соединении Управления общевойсковой армии Центрального военного округа дислоцированной в Самаре открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции. В церемонии открытия приняли участие представители командования, ветераны военной службы, члены общественных организаций, юноармейцы и родственники военнослужащих. В верхней части постамента расположен танковый шлем с гарнитурой, а в центре нанесены имена капитана Дмитрия Афанасьева, старшего прапорщика Владимира Куряткова, сержанта Ильи Кузнецова, рядового Сергея Петровсова, проходивших службу в соединении Центрального военного округа. Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к основанию памятника. В нашей войсковой части сегодня открыли памятник погибшим и наслужащим участникам специальной военной операции, которые отдали жизнь за наше светлое будущее. И теперь, после открытия этого памятника, никогда их подвиги не забудут. Как заработать на собственных знаниях? Такой полезный и востребованный навык развивают участники проекта «Планета Та-Азия». Он посвящен 45-летию крупнейшего химического предприятия региона. Раз, два, три! Конкурсы, викторины, испытания на ловкость и яркие эксперименты. Большая командная игра из 12 станций открыла ребятам увлекательный мир планеты Та-Азия. Этот масштабный проект посвящен юбилейной дате 45-летию компании «Тольятти Азот». Проект образовательный, развлекательный, развивающий и беспрецедентный по масштабу и по временному охвату. В течение пяти месяцев старшеклассники всех школ Комсомольского района и студенты химико-технологического колледжа будут принимать участие в интеллектуальных играх, битвах, будут вовлечены в экологические акции, будут вести научно-практическую деятельность, встретятся не просто с интересными людьми, но и с ведущими преподавателями вузов региона. За время интеллектуальных испытаний ребята не только проверили свои знания в области химии, но и открыли для себя новые интересные факты о Тольятти Азоте, крупнейшем предприятии города. Самое интересное было химические опыты, которые нам показывали. А мы узнали много нового и было очень, считаю, познавательно. Самое сложное было, скорее всего, вопросы про Туаз, потому что такое редко где рассказывают, но мы с ними справились. Самое легкое было собрать пазл. Вдохновить и повысить интерес к химии – задача, с которой легко справляется команда организаторов от Тольятти Азота. Подобные мероприятия значимы, в первую очередь, для профориентации детей. Уже на школьной скамье они задумываются, с кем они могут стать через несколько лет. Готовы ли город и предприятия города дать им возможность как-то выразить себя, чего-то достичь и так далее. И подобные мероприятия, я думаю, отлично отвечают на подобный вопрос. Что да, действительно, и город, и предприятие заинтересованы в том, чтобы ребята чего-то добивались, чтобы они проявляли себя и показывали свои знания и так далее. Кислород и углекислый газ. По результатам игры бронзовым призером стала школа номер 25 из поселка Поволжский. Второе место заняли ученики 75-й школы, а титул победителя достался команде «Химическое братство» из 15-й школы. В первую очередь в рамках данного конкурса нам помогли именно общие знания, не только ограничивающиеся одной лишь химией. Именно широкий кругозор поспособствовал тому, что мы смогли занять первое место. В первую очередь это касается заданий об истории ТОАЗа. Здесь у нас как раз таки проявляется знание краеведения. И задания на отгадывание различных ученых, где мы смогли также забрать максимальный балл. Борьба за призы только началась. Уже совсем скоро ребят ждут новые, не менее увлекательные соревнования. А по итоговой сумме баллов определится команда, которой достанется главный трофей – передвижная химическая лаборатория. Татевик Бабаян, Юлия Быкова, Владимир Никитин. Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин